Здрась! Что-то мы стали забывать, как должно выглядеть кассисьво. Тюменские беспроводные наушники CGPods отличный вариант для тех, кто не желает переплачивать. Честный бренд с философией реальной ценности. Каждый рубль пользователь платит за действительно полезные функции наушников. Сегодня CGPods самый быстрорастущий бренд на российском рынке беспроводных наушников. Что наглядно демонстрирует Яндекс, самая популярная модель CGPods Air 2. Эти наушники комфортно носить, они не жмут. Даже я жму, а они нет. А микрофон здесь какой. С таким микрофоном можно не только подслушивать, но и подглядывать. За заводом Apple. А у CGPods 5.0 брутальный кейс из аудиционного алюминия. Модель CGPods Lite понравится девушкам. Это очень, очень маленькие ушки. И практически невесомые. Их не будет видно в ушах. Вот смотрите, вот они есть. А вот их нет. И как видите, никакой разницы. Кстати, у классических моделей CGPods есть влагозащита. Интересно, кто из них классические. И все это за 5 косарей. В 4 раза дешевле яблок, у которых даже влагозащиты нет. Гарантия на CGPods 1 год. При поломке наушники не ремонтируют, а сразу меняют на новые. Настоящий вип-сервис. Заказать тюменские наушники CGPods можно по ссылке в описании под этим видосом. А по промокоду, который находится там же, вы получите скидку. И хуя себе! 200 рублей. А также не забывайте про наш мерч, который купить можно точно так же по ссылке в описании. Ваше здоровье! Добро пожаловать в обитель точности и больного бессмыслия. Запасайтесь ректальными охладителями, мы начинаем. В сегодняшнем выпуске нашей серии чрезвычайно занимательных телепердач мы будем обозревать всего один видос. Внимание, сейчас буду говорить не по-нашему. Для тех, кто не соображает, мы наложим субтитры. The Masters Don't Want You To Know Secret Tips and Hacks. Полтора ляма просмотров. Забегая немножко вперед, хотелось бы сказать, что пациенту срочно нужна помощь эвтоназиолога и проктолога-анатома. Ну, хуль поделаешь, он все равно успел сделать то, что хотел. Поэтому нам ничего не остается, кроме как смотреть в ебучее будущее стремительным взглядом, полным надежд на хуй пойми что. Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? У этого долбоя у вас есть сварка. Почему я идиот? Почему я идиот? Почему я идиот? Психиатрическая клиника. Тут только что при мне один человек сварил железяку деревяшкой. Ссылку? Сейчас, секунду. На этот номер? Ага, сейчас, погоди. Все, отправил. Выезжайте, да? А, заебись. Угу. 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 Алло, долбоёбина, за тобой уже выехали. Блядь, мне всегда было интересно, как эта сука рождается у них в голове. О, тросик, о, шапочка, о, гайка, о, болтик. Ой, ну надо же, какая замечательная получилась, поебень. Вашему вниманию мост инженерной работы, блядь. Надёжно работает. Да ёб твою мать, блядь, ты серьёзно, что ли? Ладно, это я уже это видел. Гениальная стратегия рукожопа. Чем больше лайфхачёнышей, тем меньше вероятность, что все они без исключения полная хуйня. Логично. В третий раз эту поебень я, конечно же, проверять не буду, я ж не долбоёб. Следующий лайфхак просто божественный. Хотя, блядь, кого я тут наёбываю? Тут шо не лайфхак, то божественный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И знаете что? Я взял и погуглил, что же это за моторчик. Ну, чисто на удачу. И удача внезапно мне улыбнулась. Оказывается, это миниатюрный диафрагменный воздушный насос. С производительностью аж 16 литров в минуту. И если на секундочку себе предположить, что матрас, который он накачивал, односпальный, следовательно, его ширина метра 60, высота 2 и толщина где-то 25 сантиметров. А это приблизительно 0,8 кубометра. Переводим кубометры в литры, получаем 800 литров, делим на производительность насоса в 16 литров. И получается, что насосик перекачает через себя 0,8 кубометра всего за 50 минут. Но есть одно небольшое но. Внезапно в матрас нужно закачать больше, чем одну атмосферу. И, следовательно, наше время накачивания матраса до рабочего состояния составит где-то полтора часа. При условии, что не вскипятярится. Три божественных склеечки на одном сюжете нам как бы об этом намекают. Эээ. Эффективность. Следующий лайфхачоныш. Это мы сейчас проверим. Единственный надежный способ закрепить что-либо в таком говне, как пенобетон, это химический анкер. Да, дорого, зато ебать как надежно. Ни в какое сравнение ни с каким ебаным пластиковым дюбелем. Канцелярский диспенсер своими руками для скотча. Тем временем, коронка 354 рубля. Готовый магазинный диспенсер 261 рубля. 13 минут какого-то бессвязного говна. Мне вот интересно, кто, сука, все эти люди, которые посмотрели миллион 800 раз это дерьмо. Оказывается, внезапно саморезом со сверлом на конце можно делать отверстие. А я не знал. Блядь, ну неужели, сука, нельзя сделать это по-человечески? Нормально, блядь, обработать, чтобы это выглядело красиво. Чтоб ты, блядь, всю жизнь в таких системах хранения хранил свой инструмент. Блядь, ну-ка, ты, ты серьезно? Ты серьезно думаешь, что никто не знал, как нарисовать окружность на поверхности? Если у вас чисто случайно не нашлось вот такого вот железочки, для того, чтобы нарисовать окружность на гипсокартоне, то можно использовать проволочку. Циркуль мне, блядь, нравится? Циркуль, сука, мне нравится? О, точно, блядь! Подставка под кружку! Ебать, урод, блядь! Я-то думал, тут хотя бы какое-нибудь охлаждение будет, нахуй! Не, ну хотя, а почему бы и нет, блядь? И ведь действительно, the masters don't want you to know, блядь! Наверное, потому что, сука, они хотят, чтобы с нашими мозгами все было хорошо! Не то, что, блядь, у тебя! А я вот тут, сука, хожу по каналу, хожу и думаю, а вот, что-то тут написано, сбор средств, блядь! Это на лечение, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пользуйся! Так, минуточку внимания, у нас тут в наличии столяры есть, нужно ваше экспертное мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, блядь, блядь, ебаный ты, буратино, чтоб тебя на скорой помощи так собирали. Так, блядь, маляры у нас тут есть, готовьте азбест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, с котом Шрёдингера вы наверняка уже давно знакомы. Вашему вниманию кисточка Шрёдингера. Если ей не отпилить жопу после того, как вы покрасите что-нибудь, то, следовательно, не получится ее помыть и придется выкинуть. А вот если ей отпилить жопу, помыть удастся, но пользоваться после не получится и снова придется выкинуть. Сука, такое ощущение, как будто ебаная кисточка стоит косарь и хочется размазать ее по пространственно-временному континууму как можно сильнее. Я три штуки за 200 рублей купил, блядь. После того, как я что-то сделал кисточкой за 37 рублей, мне решительно на нее насрать. Да ёб твою мать, блядь. Суть любого лайфхака заключается не только в том, чтобы он оправдывал проебанное на него время, но и чтобы выигрывал дополнительное. Хуэта ради хуэты, блядь. Видите ли, в чем дело, блядь. Труднодоступное место, это такое место, знаете, в которое хуй доберешься. Не то, что, блядь, рожковым, сука, ключом. И если гайку хуй засунешь, то ты ее хуй засунешь. В реальности существует один и единственный способ это сделать. Без лишней ебли, без 146 попыток. И самое главное, что демонтаж происходит максимально легко и непринужденно. Магнит для ножей. 300 рубасов. Я вот что-то сейчас ни хуя не понял. Это... Куда? Шо это было, блядь? Это зачем? Нахуя? А почему? Блядь, для чего? Это что, блядь, тест на IQ, что ли? Я их нихуя не могу понять. Это если я нихуя не понял, то значит я тупой? Что, блядь, этим хотел сказать автор? Ну, красота же. Красота. Никто не знал. Никто не знал. У меня одного ощущения, что он пролетел на эту планету буквально пару дней назад. Ебать! 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 Прекрасный лайфхак. Он прекрасен во всем. Даже в том, что он нихуя не работает. Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, как этот ебаный уголок все равно по-прежнему болтается. Алло, братина ебаный! Ты не пробовал гвозди по размеру просто подобрать и попробовать все это дело прибить к деревяшке? Или это недостаточно экзотический способ? Ну, а если мы уж тут заговорили за экзотические способы крепежа, у меня тут есть один в запасе. Ничего, что я пару раз промазал. Держится же в конце концов. О, ни хера себе! Время вышло, блять. Мерч в описании. Ой, пиписька. До свидания.